Девушки отдыхают Желание жить, это вы мои люди, я с вами Я рад, что вы пришли И где те, у которых нет детей? Где вы? Вот эти, которые Сегодня я спал 12 часов и не выспался У тебя было такое? Нет! Я ненавижу, когда друзья, у которых нет детей Начинают мне жаловаться Жалуется он мне Я недавно у кореша спросил, как дела? Он говорит, вызвал такси Так долго искал мой подъезд, но я чуть не опоздал Хочешь узнать, как начался мой день? Сегодня за завтраком Один из членов семьи обосрался И знаешь что? Мы продолжили завтракать Даже он Но мне безумно интересно Чем же закончилась твоя история с таксистом? Ой, он так плохо меня вез Мы чуть не опоздали, пропустили поворот, сделали крюк Я поставил ему две звезды У меня не было возможности оценить Насколько обкакался мой ребенок Но если бы была, я бы поставил чистую пятерку Потому что он сделал все четко Одной плюшкой Она тут же отлипла, когда я снял подгузник Можно было не подмывать Я просто надел новый Это чистая пятерка Чистые пять Две звезды Две звезды Это когда ты понимаешь, что он обкакался Потому что говно на затылке Это две звезды Когда ты его тут же подхватываешь На вытянутых руках Несешь в ванну Ставишь, раздеваешь Моешь, как тюремного заключенного Просто душем Сшибая какашки в разные стороны А потом оставшейся рукой Загоняешь в сторону стока Это моя жизнь Поэтому если в твоей истории В конце таксист не обосрался Не рассказывай мне ее Поэтому я не верю людям У которых нет детей Которые говорят Я не хочу детей Я хочу попутешествовать Я верю людям У которых есть дети Которые говорят Я не хочу детей Я хочу уехать Мы с женой не хотим третьего Не хотим Мы прикрываем лавочку Мы сейчас, когда сексом занимаемся Честно, всегда предохраняемся Даже когда оральным На всякий пожарный Мне сейчас, если она в третий раз скажет Я беременна Я клянусь, я отвечу Я тебе перезвоню Даже если она скажет мне Это не по телефону Лично, глаза в глаза Я такой Я тебе перезвоню, родная Когда у вас появляются дети Забудьте про спокойствие Я уже не помню Когда я нормально пил кофе дома Все кофе, которое я пью Я пью как шот Ты берешь эту кружку Которая 0,5, да? Кидаешь туда этот растворимый Заливаешь кипятком Больше похоже, как землю размешал На вкус так же примерно Говоришь, всех рад был видеть Бац, все Пошли Я так рассказываю про это Потому что мы все родители такие Мы молодые родители Мы уставшие Мы У нас постоянный недосып Вы не представляете Сколько раз я ловил жену на том Что она просто сидит в тачке у подъезда Я за это ее люблю еще больше Я понимаю, она тоже человек Но это всегда смешно Когда ты возвращаешься с детьми домой И видишь, как она сидит в машине Понимаешь, она приехала Запарковалась Думает, что я в квартире с детьми Поэтому что? Решила загаситься в машине И ты подходишь к ней У тебя один на руках Второй рядом Но достаточно высокого роста Чтобы видеть, кто сидит в машине Сучишься к ней в окно Она первое время делает вид Типа, что она куда-то уезжает Но все это временно Первое облегчение придет Когда появится садик Я обожаю садик Обожаю садик Лучшее место на земле Это садик Малого в садик всегда сдаешь вот так Всегда это вот такое движение Всегда с фразой Теперь это ваши проблемы И воспитательницу зовут Элеонора Вениаминовна Идеальное имя для того Чтобы ребенок начал разговаривать Идеальное Идеальное Потому что если он может сказать Элеонора Вениаминовна Вряд ли он дальше такой Элеонора Вениаминовна Помимо бытовых трудностей И неприятных занятий Есть и прикольные бытовые процедуры Например, когда появится ребенок Вы будете играть в такую игру Которая называется Охота на анализы Это замечательный командный квест С супругой Он сплочает на реакцию Задача Ребенку Годик Задача Собрать анализ мочи Что вы делаете? Раздеваете его ниже по пояс Запускаете по комнате Вы с супругой С открытыми баночками Делаете вид Что он вас вообще не интересует Просто кружите вокруг него Как акулы вокруг жертвы Время от времени делаете Пис-пис-пис-пис И меня пугает Что это работает Знаете? Что это за заклинание Которое попадает нам в голову И вызывает желание к мочеиспусканию? Мы недавно так у него Анализ мочи собирали Жена делала пис-пис Я сам два раза сходил пописал И здесь важна реакция Потому что ты не знаешь Когда это начнется Он не знает Когда это начнется Вы можете находиться В другом конце комнаты По его движению писенка Малейшему Понимаете? Сейчас Польется А точнее закапывая Вы просто в кошачьем прыжке Подставляете баночку Собираете две капли И поэтому очень гордо Несете в лабораторию Потому что это сложно Не так, как мы несем Свои анализы Когда мы несем Свои анализы Мы инкогнито Мы перемещаемся Перебежками Если мы видим знакомого Мы тут же скидываем Просто люблю здесь прогуляться Вокруг поликлиники 7-7-15 Не, когда ты приносишь Детские анализы Делаешь это гордо Высоко поднята рука В ней банка Запускаешь ее По стойке регистрации Как бармен в стопку Поэтому я ненавижу Когда мне еще предъявляют Типа, что так мало? Ты скажешь спасибо Что я тебе в руках Это не принес Я недавно Лаборантка Медсестра спросила Как вы собирали Мочу? Я говорю С божьей помощью, мать С божьей помощью Потом он спрашивает Это средний забор? Это великолепный забор Вы не понимаете Нужно, чтобы он сначала Пописал в туалет Потом середину в баночку А потом остаток в туалет Я говорю Мне 33 Я так не могу Бытовые проблемы Скоро уйдут Дети взрослеют Я буду скучать по ним Я знаю Потому что у меня есть знакомые У которых дети Более взрослые Там другие проблемы Проблемы характера Это проблемы покруче Поэтому сейчас Очень важно смотреть Какая информация Поступает в голову ребенка Что он смотрит Что вы ему читаете Например Я не читаю ребенку Сказку Курочка Ряба Не читаю Потому что я не знаю Про что это сказка Что она закладывает В детскую голову Объясню на другом примере Есть сказки Над которых Суть настолько очевидна Что даже если вы ни разу Не задумывались Вы сейчас тут же мне скажете Про что это сказка Про что репка Про взаимопомощь Совершенно верно Вместе мы сильнее Чем по отдельности Сколько прошло Доля секунды Вы тут же ответили Про что колобок Что вы говорите Надо слушаться Надо слушаться старших Нельзя убегать из дома И садиться незнакомым Женщинам на лицо Это очевидно По-моему Нет? Очень хочу Чтобы после этой шутки Какая-то пара И жена такая Мужу Колобок-колобок Дети спят уже Единственный смысл Который есть в этой сказке И то его видят только женатые Что отношения между мужем и женой Всегда были одинаковые Всегда Там порядок ударов Очень важен Смотрите Дед бил, не разбил Бабка била, не разбила Там пропущенный момент есть Где дед бил, не разбил И бабка такая Ой, дай сюда Спасибо большое, народ Женщины с нами А мужики, как говорится Подтянутся Ну да Не зря ж мы кошки Нас с собой притащили Можно узнать О чем шутят женщины Я очень успешный стилист Среди моих клиентов Есть Леди Гага Джонни Дэб А мы с Картунковой Нет Если их Внимательно слушать Ты не будешь Никогда для всех хорошим Быть счастливой Не хочется Для меня самое главное Чтобы никто не ограничил Мою внутреннюю свободу Очень эмоциональная программа Женский клуб С 14 ноября В 2 часа дня Все женщины Программа женская Она тоже Премьера на ТНТ Редактор субтитров А.Семкин